сегодня похоже что украинскую мову разговаривают майже у си одесситы и тема моя тоже будет интересно я сделал ее украинской мовою цены дарма а лишь почуйте не псуй соби життя будь простейшим такое название да действительно зачем нам портить себе жизнь если можно жить намного проще это не касается того изобилия или но характера знаете вчера не был особенный как шаббат мы праздновали шаббат а потом наш давид который ожидает близнят начал выставлять как бы они пошли к доктору на узи и говорит вот типа позирует эфи да так это фотографию из узи я даже не знаю как там разобраться где шо конечно как где мне как бы я же хотел быть доктором только хотел а потом говорит а вот уже и ливиан позирует и я хочу сказать простую вещь потом мы хотим с доктором поговорить и буквально татьяна ушла там проплатить некоторые вещи для по телефону все остальное и давид говорит позвонил говорит есть минутка поговорить пообщаться и говорит у нас ситуация эфи она перестала расти уже шесть месяцев перестала расти это очень большая проблема то есть разница в большая в весе одного ребенка и другого и возможно будут вложить хану под наблюдение и говорит что можем сделать папа только молиться знаете вот в это время в этот момент господь внец ну реально сокрушил и я просто начал рыдать перед богом потому что как как дедушка как саба да я хочу видеть девчонок счастливыми хочется с ними встретиться рассказать об этих чудесах и знамениях которые бог с ними делал провести их как видите их быть выхожу замуж видеть своих правнуков и узнаете вот такого сокрушения я понимаю что как бог может побуждать нас ходатайствовать и молиться вот за друг за друга и поэтому писание говорит молитесь друг за друга чтобы что истелиться и я пообещал давиду что мы вступимся в эту брань молитвенную брань за за нашу внучку и если вы захотите помолиться и зовут эфи да такая короткая короткое имя но хочется оно было звучало для нее победоносными с удивительным и вот на самом деле давайте вот по моему названию не порт себе жизнь живи намного проще намного проще почему я говорю об этом потому что среди дам таких доминирующих верующих сильно духовных часто мы используем слово будь смел будь дерзновенный такую день хуцпу то есть как по еврейски наглость второе счастье да такое или там нам море по колено хотя это совсем другая тема вообще об этом говорить но в общем понятно волка бояться в лес не ходить вот такие мы верующие найти и они используют очень часто местописания я верю что это нормально мы верующие должны быть смелы нечестивый бежит когда никто не гонится за ним а праведник смел как лев притча 28 глава 1 стих вот они берут это местописание и начинает его раскручивать так что бояться нам нечего если с нами бог то кто может против нас правда если один погонит тысячу а двое тьму то конечно же как верующие люди мы должны быть смелы и дерзновенно идти но не все такие знаете не все такие некоторые начинают используют следующее местописание благоразумный видит беду и укрывается они опытные идут вперед и наказываются и думаешь боже мой то где же правда ты смел как лев или ты благоразумный прячешься что делать может быть и и илья когда он сначала был таким героем сказал если с вами бог сказал именно священником да а вала говорит пускай он вас слышит но я буду молиться своему богу потом конечно же была большая резня он был смел как лев и вдруг и завели ему сказала подожди а мне хочется поговорить и он сбежал наверное он сразу начал вспоминать того соломона который был разумный видит беду и сразу пустыню и начинает там плакать и кормить его начинают ворона и в послании к арифе начинает знаете с дерзновения то есть дерзновение говорит словом дерзновение это со смелостью начинают говорить подождите если они пытаются хвастаться то я могу тоже я еврея обрезан я извини меня и дальше начинает он хвалиться тем что да меня били я выжил я тону корабль я спасся он начинает приписывать такие вещи которые он пережил я думаю это нормально потом дальше говорит что я как бы апостол то есть я не меньше запасла но я тоже апостол такое дерзновение написать конкретного на этих послания со смелостью и этот апостол который написал фактически большую половину нового завета вдруг какой-то момент он говорит а я боюсь и он послание вот это одна и та же глава только чуть-чуть выше то что я прочитал ну даже не почитал а пересказал он начинает говорить вещи которые фактически я думаю и раздумывал об этом и которые прилепляю к моему посланию второе послание коринфянам один из 100 глава эти стих но боюсь павел равши ул который прошел все эти трудности переживания как бы тонули били да как бы изгнали вы по всячески изданим издевались его храбили даже память поверьте мне что вы эти храбили даже да но смелость у него хватало проповедки в англии вдруг он говорит я боюсь видите нет и слова слова видите нет боюсь чтобы как змей хитростью своей плесил его так и ваши умы не повредились уклонивших от простоты нет простоти это друзья от простоты которые в этом дате жить проще в мессии украинский перевод очень интересный да боюсь еще часом как змей звив его своим лукавством абы не зипсувалися то есть интересное слово украинское да зипсувалися то есть пошли ни что ни во что ваши думки чтобы вы не відхилилися від простоты и чист части яка в мессии и чистоты проводьте побачите в чистоте еврейский новый завет я буду как раз переводить уже это переводить уже на русский да и я опасаюсь то есть боюсь чтобы разум ваш ваш не уклонился от простой и чистой преданности мось миссии подобно как и ева была обманута коварством змея и слова коварство вот здесь очень интересно это извращенное понятие какие-то вещи как как колдовство как колдовство что может нам мешать преданности мессии что мы для нас с вами как верующим люди может помешать той преданности христу ведь многие на из нас особенно в нашей стране которые говорят что мы типа правозлавное государство много верующих христиан каким образом этот стих сам по себе часто используется верующими или проповедник как некое унижение немножко евы да вот может написано что его была обманута как бы так немножко принизить положение женщин в церкви потому что они очень часто попадают под обольщение под какой-то обман какую-то ситуацию дам и почему так читают почему так читается библия говорит нам что ева была обманута но библия говорит также что и адам не был обманута адам был здравом своем разуме да он не был обманут послание тимофея 2 глава 14 стих адам не был прельщен но жена была обманута впала в преступление что написано адам не был прельщен он не был обманут адам не был зведен а ле зведена большая жинка попала в переступ то есть другими словами и священно писание мы видим что ева была обманута но не адам а при этом адам согрешил когда-нибудь думали об этом нет почему послание кремлина вы если будете читать послание кремлина 5 глава там как раз говорится об этом посему как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть так и смерть пришла во всех человека потому что в нем все согрешили это говорит павел конкретно об адаме адам не был прельщен но грех вошел через адама во все человечество просто почитать эту главу очень важно как бы диалоги один к одному типа знаешь ты хочешь учить что-то адам он согрешил но не не был обманут почему будучи там в адамском саду видя что происходит разговор врага то есть змея с его женою и адам вообще ничего не делает вы сейчас мы видели как пары ходят по ходите на привоз до женой и торгаши все торгуют а мужи мужики стоят так ну момент тут видит явно что жену кидают на навес и ни слова в ответ ситуация знакома да здесь происходят такие вещи ну вы можете сказать ладно согласно согласно с тем что его была обманута адам чем вообще провинился вообще в этой ситуации если он не был обман это была причина это было обольщение впала до как обманут был разум мое личное мнение адам не был как бы причем но он был непослушным другим за бунте сознательный бунт услышите что о чем я говорю его она была причина то есть она была обманута адам не был обманут но при этом он согрешил чеким образом своим бунтом свои свои непослушанием вы знаете я замечаю некоторые вещи как как служителей может быть это и вам оно все известно 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 чем просто потому что на понаблюдение за людьми женщины попадают сюда какие-то разводники то им какие-то там лекарства даю да непроверенные то какие-то маски то еще предлагают там как мвэш мэмвэй как бы все остальное мужики как-то так спокойно тихо шаг в чем развод но женщины когда да да классно сказали что помогает над сто процентов уже верят они верят всяким сплетням больше чем мужчины кто-то что-то сказал пересказал они верят уже это катастрофа целая все уже все беда и вот знаете вот самое интересное что они и втюхивают всякую гадость ты еще не успел собак если то какого-то наверно какого-то щенка такого дадут они не разбираются ни в чем скажу что это бульдога вырастет какой-то носорог вот и ты думаешь откуда эти дети эти собаки появляются не разбираться но самое интересное знаете что ними что у них всегда на все идет оправдание у я не поняла а знаете что это значит это уже раскаяние она уже покаялась женщина я не понял что меня развели уже все а мужики это вообще со своя своего рода целая масть такая им очень проблематично сказать прости меня это же мужское эго гордыня да такая вот внутри сказать прости и начал самолюбие дороже понтов всегда каких-то там вы шо так что и начинает оправдываться и то что они делают чаще всего это не то что им говорят это замечать говоришь с мужчиной с пасторами если он на чем-то вот мужчина зациклился что бы ты не делал какой себе бы ты ему не давал если он вперся все беда вот я ладно не буду говорить это вот это состояние бунта если что мужчина решил то чаще всего 90 процентов что он решил он обязательно сделает понимаете в общем мы все с вами какой-то мере а попали в обольщение каждый здесь какой-то часть своей жизни когда-то попадал в обольщение какой-то обман если вы скажете рэбэ меня развести не так-то просто я скажу вот уже все уже человек в обмане развести любого так возможно и в нашей жизни мы где-то имеем моменты где мы просто обманулись это прельстились на чем-то какая красивая или какой я вообще силач да приходит время к старости ты же не можешь свою попу поднять с постели вы поймите что мы где-то прельщаемся к каким-то вещам как только вы скажете мне что мне вас трудно обмануть я сразу понимаю что вы уже с компоте как говорится да наверное по этой причине павел обращается к верующим людям о том чтобы они присматривались и то что его пугает больше всего чем больше чем его про ну вот ситуация которая попал чтобы дьявол не обманул нас с вами не прельстил как еву и мы не отошли от простоты в христе иисусе решу миссии у нас должна быть простота когда люди это все нормально я не в обращении но я не могу себе посвятить сто процентов на 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 служение но не могу я каждый раз приходить на собрание но у меня ситуацию мне ситуация еще так далее вот здесь как там не сказать что уже сделал человек уже где-то прельстился где-то уже пришел обман что он не может служить что он и у него нет времени тому подобное у всех нет времени скажет и вот здесь интересно давайте посмотрим откуда все началось в адемском саду чего начинается этот обман этот на эти вот искаженность а моментов бытие 3 глава здесь помнят брошит дам шалош 3 глава спиропом 3 стих змей был хитрее всех зверей полевых но я не знаю вот я смотрю честно змея ну хитрости никакой то есть да вот хитрее всех который создал господь бог и сказал змей жене подлинный сказал бог не ешь нет а какого дерева в раю и сказала жена змею плоды из деревьев мы можем есть только плодов дерево которые среди рая да сказал бог не ешьте их и не прикасайтесь к ним чтобы вам не умереть всем известное местописание да хочу так уточнить для протокола что ева получила информацию от адама либо искаженную что нельзя там прикасаться трогать есть подходить близко к нему либо что-то сама приплела знаете нас как бы не дочу что то сбрыхал ну что делать и что не дочу то же сама могла что-то привлечь почему я говорю об этом потому что мы немного немножко зайдем на вторую главу из заповедовал господь бог человеку говоря от всякого дерева саду ты будешь есть а у дерева познания добра и зла не ешь от него ибо в день который ты вкусишь от него смертью умрешь вы сказать какая разница очень большая все это бог говорил адаму когда дева еще не было понимать о чем я говорю нет все это бог говорит адаму когда еще евы нету и тут сатан приходит к еве которая не была на на встрече с богом который не слышал своими ушами либо адам плохо донес всю информацию то есть другими словами во второй главе барашид как раз перед тем как создать его бог дает адаму некоторые как бы постановление значит диалог змея ведется не со стороны того кто конкретно присутствовал и слышал а то кто кому сказали то есть как говорится бы привлекли тебя как свидетеля а как так ты не свидетель того разговора хочу поговорить неужели неужели бог так сказал хотя его умная жена была сразу смогла выкрутиться сказала нормально мы все можем кушать тихо сейчас спокойно только нам сказали середины сада не кучу не не ешьте бытие 3 глава 4 по 10 стих я продолжаю и сказал змей жене нет не умрете но знает бог что в день который вы вкусите их откроются глаза ваши вы будете как боги знающие добро и зло и увидела жена что дерево хорошо для пищи и она приятно для глаз и возделено потому что дает знание другими словами дерево не было дерево зла и добра а дерево познания конечно потом она как бы совокупность и добра и зла и взяла плодов его и ела дала также мужу своему есть адам стоял там и глазами на этом не понял что происходит и и поел он не был причем он не был обманут он пошел даже не компромисс он пошел в открытый бунт ева была причина ой сори извини змей которая меня ну как бы нашла себе оправдание и открылись глаза у них обоих и узнали ничто не наги и шили смог смоквенные листья и сделали себе поясание и услышали голос господа бога ходящего в раю во время прохлады дня и скрылся адам и жена его от лица господа бога между деревьями рая и воззвал господь бог к даму и сказал ему адам где ты он сказал голос твой я слышал в раю и убоялся потому что я наг и скрылся результат обольщение результат именно вот обмана идет следующее первая реакция человека делается то что ему стыдно и он начинает прятаться когда нибудь встречались с людьми которые ты общаешься ты понимаешь что-то в жизни не то у них и людям конкретно стыдно за поступки которые не делают и они всячески пытаются скрыться от адама как бы съела нас это как бы идет прямое как бы наследие наследили и поскорее заметать следы чтобы никто ничего не видел вот это с первое чувство когда человек обманут мимо цели в преступление делает его стыдливым то есть он боится и прячется чтобы его грех не раскрылся но возможно он у вас вас удивит мое следующего бы высказывания но надеюсь вы не будете судить строго запрет на пользование плодов дерева познания а кроме того дерева еще было дерево какое там жизни но позаметьте не жизни и смерти а жизни на вот а другое дерево знание но она разделялась как бы на знание добра и зла и вот вот запрет на 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 вкушение от плодов этого дерева наверное заключалась намного более в духовной сфере чем просто было скушать запрет означает что бог не был заинтересован чтобы мы узнали что такое зло ну логично я вам скажу следующее он не был заинтересован чтобы вы и я знали что такое добро подождите подождите секунду как смотрите я не знаю как вам объяснить это вот момент бог в прохладе дня а когда прохаживался он имел общение с с адамом запрет на познать на плоды дерева заключалась то что бог не заинтересован чтобы ты был узнавал зло и чтобы ты даже не узнал что такое добро почему библия говорит очень просто бог благ и слово благ он добр он бог заинтересован на наше взаимоотношение с ним потому что он и есть то добро бог есть добро и некое хождение с ним общение с ним зависимость от него и понимание что больше ничего нету кроме бога которую нужно просто быть послушным вот чем бог бог был заинтересован водами с евой чтобы они наполняли землю подлепослушные так далее и непослушание адама и обольщение евы приводит тому что разрываются те отношения и человек на самом деле узнает и познаешь такое зло первое как о чем он узнал что у нас это шо зло открылись ему глаза а теперь зло потому что послушались того кто был злом кто был злом бог не хочет чтобы мы познавали зло хотя нам мы его узнаем с первых с первых бомб летящих в украину с февраля месяца прошлого года бог не желает чтобы мы выбирали между добром и злом бог желает чтобы мы слушали его голос и выбирали его не между добром и злом а выбирали его ведь в реальности это не выбор между злым хорошим плохим а между жизнью смертью в день который ты вкусишь узнаешь смертью умрешь выбор было жить или умирать вот в чем выбор был выбор был между богом которым нужно иметь общение и с дьяволом который обольстил тебя и дал тебе идею что ты можешь быть как бог если нарушение нарушением был было умереть тогда можно посмотреть в во второзаконе 28 главы если вы помните благословение проклятия и вот если ты будешь слушаться ты будешь благословить то есть ты будешь в благе жить да если ты не будешь слушаться ты будешь проклят благословение проклятия как бы некая картина того что как бы последствия еврейский народ фактически переносил в жизнь многие из нас фактически могут изменить свою жизнь простой вещью перестать думать что хорошо ли что плохо вот вернее хорошо ли плохо остаться думать начать задуматься это дает жизнь или смерть тебе жизнь и смерть бог или дьявол кому ты ближе наверное по этой причине павел пишет своим последователям верующим людям топ предосторожение которое он боится вот я боюсь что дьявол прельстит вас обманет вас что вы азов будьте выбирать больше сторону зла и уходить от простоты в боге на сторону слова мудрости и пейсова понимания своих решений своего выбора дьявол задаст несколько идей первые идеи которых здесь в этом в этом в этом отрывке которая говорю в бытие он дает одну простую идею которая чаще всего ты слышал людей сегодня божье слово что на сто процентов истина первое первое что неужели самом деле бог так сказал враг нашей души он он же и падший ангел да который хотел поставить свой престол посреди богов и был свержен свою гордость за да за обман он за будет давать идею смысла такого неужели священное писание это непоколебимое истинное слово божье я всегда буду такой вопрос к нам приходить в разуме ты читаешь и думаешь подожди неужели так написано и кто-то другой с тобой общается да и говорит подожди это неправильный перевод ты что не веришь ты что в это можешь поверить это же а что так так ли сказали или можно немножко неправильно ты услышал неправильно ты понял как конкретно так он сказал неужели а знаешь что он умел вообще виду когда вот это место писание начинает разворачивать и что вообще-то имеется в виду когда там точно написано а что так написано вообще в библии такое есть место писания вообще так вообще есть и ты когда слушаешь таких людей думаешь подожди а может там нету или правильно я понял это мысль такая начать и тебя развивать и ты начинаешь отходить от простоты посвящения мессии каким-то рассуждением и бредням я не говорю что не нужно думать а какие придумывать это еще идеи высматривать и вместо того чтобы понять что вообще боксовым словом создал все начинает думать а есть же пришельцы мы же так куда-то прилетели наверно а же посмотришь на ютюбе эти все те кто за за анало да не знаю откуда вообще но пришло и говорят эти вот посмотрите так христос был этим инопланетянином прилетел к нам на тарелке звезда же увидели все звезду вот так он и прилетел и думаешь неужели и это дошли до дайте я еще на тем встречаясь с людьми которые говорят не неужели вообще можно так поверить лохануться дьявол ходит как рыколющий лев ища кто будет сомневаться поглотить их и знаете у этого зверя очень большой аппетит он не смотрит на ранги на возрасте на пол насколько ты умный либо не очень знаете как у царя было три сына первый умный да да вы там третий глупый и дочка спрашивает мама что царя каждый раз плохо получается вот люди как-то от умного становится деградацией и в данный момент дьявол ходит как рыкающий лев ища кого повладеть независимо от твоего позиции вот два местописания которые очень интересно они вот ты читаешь и ты думаешь неужели такое вообще может которые как будто противоречит друг другу я это будут вопросы хорошо это будет просто вопрос 1 парапоменон 2 глава 1 стих его остался тана на израиль и возбудил давида сделать счисление израильтян вопрос 1 и 1 единственный кто восстал против израиль и возбудил то есть четко сатана на израиль а дальше следственные последствия кто возбудил тогда давида сделать исчисление израильтян а сатан то есть то есть враг он восстал и вас то и заставил давида и сделать исчисление тут все понятно да следующее место писания которые будут читать зачитывать это не является другим то все теологи они точно соглашаются о том что это параллельные места относительно вот этого стиха это не два разных места это одно второе царств 24 глава 1 стих гнев господин опять возгорелся на израильтян и возбудил он их давида сказать пойди счисли израильтян и израиля и иуду я так думаю либо что-то я не понял либо не так читаю хорошо подожди кто кто вот позвастал то есть опять против кого из господь против израиля кто возбудил то давида нет уже читайте правильно вот я читаю господь опять в этом месте господь а там был сатана и ты думаешь ну где правда надо же доверять всем а слава боже доверять и тут знаете как всегда бывает интересные люди ты с ними общаешься и ты понимаешь некоторые люди начинают сильно умничать сильно знать все места писания или же все решу свое мнение туда вставлять и начинают вот вам одно из мест писания которое нужно либо проверять либо точно здесь кто-то ошибся ну тут на самом деле нужно разбираться кто что кого и как вы знаете вот ты смотришь на тех людей и не говоря тебе ну перевод неправильный мясорецкий более это еврейский так более четко там для вся а вот хреческий написан бритхаташа и и реально что-то там намутили чтоб что-то исковеркать но знаете есть люди которые говорят науку нельзя отрицать я не отрицаю науку и ученые говорят что по воде ходить невозможно воскресенье вообще никто не переживал разве что его электрошокером когда сердце останавливается но знаете для меня я верю в бога всемогущего отца неба и земли и если он сказал что может ходить по воде он пошел по воде мне все равно что ученые говорят я доверяю писанию его подлинности и вы скажете а как же здесь очень просто бог может использовать сатану как инструмент для своего дела мы видим это у иова что дьявол ничего не мог сделать пока господь не позволил и можем предположить что здесь в данном отыгрании не противоречит друг другу что бог использует дьявола чтобы искушать давида и чтобы тот исчислил израиль понятно да ну на это мы точно понимаем имеем ответ бог уже однажды говорил давиду между прочим не делай исчисления давид и мог не делать его понимаете о чем я говорю да но в данной ситуации похоже что бог использует дьявола дьявол который побуждает давида и взять и сделать исчисление которое бог запретил ему делать как похоже на адам и с евой а история или нет или я ошибаюсь но писание четко говорит иякова послание первая глава 13 стих по 16 и в искушении никто не говорит бог меня искушает потому что бог не искушается злом и сам не искушает никого но каждый искушается увлекаясь обольщаясь собственной похотью у него у давида было решение исчислил исчислять или не исчислять ведь ему сказали не делай адаму говорит не надо кушать тут ева стоит с фруктом потому что меня спросили где раз почему христиане считают что адам и ева ели яблоки я говорю я не знаю что вообще то они ели но похоже на яблоко но не яблоко конечно же и вот момент такой постигла его давида не что иного как собственное искушение человеческое итак мы приходим к выводу следующую давайте потому что если вы будете читать вот этот местописание которое второе царство вы увидите что бог наказывает давида и говорит за то что не послушался выбери три наказания помните да и выбирает третье язву и из-за этого вообще погибает или же наказывается семьдесят тысяч человек у меня как бы логика к тому начинает работать хорошо не делай исчисления но используя дьявола искушая тебя ты делаешь это ну вы согласны что бог использует дьявола для искушения Давида что дьявол искушал Давида что искушение пришло от него и он мог не сделать а все по-человечески по своему непослушанию сделал согласны с этим вы согласны с тем что бог наказывает или же высвобождает язву три дня семьдесят человек погибают бог это делает я понял пятнадцатый стих второе царство двадцать четвертая глава кажется там и послал господь язву на израильтян от утра до назначенного времени и началась язва в народе и умерло из народа от Дана до Версавии семьдесят тысяч человек кто сделал бог ну соглашаемся или нет у меня вопрос такой почему зачем разве за ошибку одного человека тысячи должны страдать вы скажете рэбе вы совсем нас запутали конечно ну очень это же моя специальность правильно запутать всех мы согласаемся что бог используется цитану для своих планов да дьявол используя свою ложь искушение да будем так прельстил Давида подтолкнул на это соглашаемся нет да Давид сам под человеческой похоти да начинает непослушным быть когда адам непослушным знает запрет исчисляет перепугался да мы согласаемся и потом бог наказывает семьдесят тысяч человек кто-то соглашается соглашаемся и знаете у меня тогда вопрос кто виноват неужели за ошибку одного человека страдает так много людей я когда знаете думал об этом вдруг я понял все заключается в откровении которое написано как раз вот в этом месте вот этот когда я зачитывал первый стих двадцать четвертой главы гнев господин опять возгорелся не на Давида а на израильтян я скажу вам одну одно откровение которое реально может вас идти в шок Бог гневается тогда когда народ его что грешит грешит и так реакция на грех гнев божий на грех народа не Давида и тут он использует сатану для того чтобы побудить то есть столкнуть Давида на то чтобы он перечислил да и соглашаемся и мое понятие или откровение может быть так получится или нет я думаю что семьдесят тысяч это те которые не хотели не каяться их решили как-то хотели и Бог их наказал язвами таким образом очистил и Давид не просто взял третье ну первое что-то гоня чтобы меня гоняли не хочется кого-то обижать да там еще какие-то нет давай пускать люди страдают за то что я сделал пускай пострадают люди но там не сто тысяч не миллион а семьдесят тысяч и я думаю это лично мое мнение что Бог высвободил язву для тех кто не хотели менять свою жизнь и жили во грехе возможно второе то что дьявол всегда делает это ставит под сомнение Божью Божью справедливость потому что в данной ситуации да если ты читаешь ты думаешь в чем виноваты были невинные люди Давид нагрешил и люди к вам придут и скажут это несправедливо ну несправедливо и так честно вот чувство такое ну несправедливо чтобы Эфи не дорастало ну и не набирало вес ну несправедливо Господи ну несправедливо чтобы за грехи Давида семьдесят тысяч два Ильичовского или Черноморского и нету взяли и заболели и умерли несправедливо люди всегда как бы ставят под сомнение характер Божий и дьявол фактически через людей начинает и отводить нас от мысли и в корне именно вот своего утверждения в Боге неужели ну разве любящий Бог который любит людей детей может так позволить но не на не так не может быть друзья и наверное это мое личное мнение личное мнение Равшаул говорит я боюсь я боюсь я боюсь чтобы дьявол не обольстил и вас как Еву уводя от простоты в Машихе то есть той верности Мессии которую вы изначально приняли мы когда верующие стали мы сказали Господи мы доверяем всю свою жизнь тебе ты всемогущий ты сильный мы верим в твою Слову другого не может быть ты наш Бог и вдруг через время приходят разные ситуации и ты ставишь под сомнение и дьявол уводит тебя от простоты твоей жизни в Иешуа Мессии и знаете откровение Иоанна которая последняя книга очень интересная она ты она как бы запутанная но с откровениями там есть один интересный стих для меня вот касающийся этого послания но имея против тебя это вторая глава 4 и 5 стих что ты оставил первую любовь твою так вспомни откуда ты не спал покайся твори прежде дела а если не так скоро приду к тебе сдвину светильник твой с места его если не покаешься вы скажете и что мы смотрим на этот стих и говорим вот сдвину твой светильник ну да там свечку твою как бы сдвинем или как там ну ты есть свет твой свет миру но и в данный момент если мы возьмем местописание вы храм бога живого и дух божий живет внутри вас а если храм то в храме если вы не забыли одно из частей храмового служения да в храме горела минора божьи откровения минора и он говорит это его присутствие почему на хануку так было очень важно что было горела минора потому что божье присутствие хотели чтобы оно было если не так если ты не покаешься я сдвину свое присутствие в твоей жизни я сдвину что в этом откровении для нас с вами нужно понимать жизнь намного проще чем мы ее представляем она не зависит от от нашего имения да и от количества того что давайте себя не напрягать и трудностями которые происходят но надеяться на того кто нас спас кто кому мы прилепились кому мы надеемся на кого мы надеемся и этот светильник чтобы он не был сдвинут нам все нужно сделать для этого приложить усилия я призываю каждого из нас быть бдительным к жизни чтобы ни высота ни ширина ни ангелы ни архангелы какие-то ни колдуны не свисты которые нам говорят всякую ерунду да не отлучили нас от божьей любви чтобы мы остались верными до конца и начавший в нас свое дело совершит его до конца если мы сами остаемся верными и давайте не попадать под эту ситуацию где Павел говорит я боюсь я не боялся когда крушение было когда меня били не страшно было я понимал что наказания какие-то да там человеческие когда убивали меня грабили мне это не страшно было может быть там ну как бы переживания были но вот я боюсь за вас друзья я боюсь и для меня знаете вот это как бы такой маленький звоночек чтобы для нас наше посвящение мессии было знаете вот настолько укорененное чтобы никто не смог нас поколебать в каком-то а правда ли а если бы а не может быть или же Бог как таким и другим он есть то он есть его характер невозможно его ну как судить он есть праведный милущий Бог но прав в своем решении он всегда прав в своем решении и если мы допускаем мысль что Бог не может так поступать тогда мы поддаемся как Ева соблазну испытывать его терпение Божие терпение мы пытаемся испытывать его милость давайте мы не будем таковыми и в это время я бы хотел чтобы мы просто помолились и мне очень коснулось вот предпоследнее поклонение меня очень коснулось слова которые там были сказаны я бы хотел чтобы мы сейчас опять себе их напомнили перед тем как мы приступим к левопреломлению это очень и очень важные слова поэтому мы сейчас встанем наши ноги и если где-то у нас приходили сомнения о том что неужели Бог не хочет чтобы я был счастливый хочет он очень хочет неужели у него не осталось ни одного обетования для меня остались как только эта мысль приходит мое чувство чтобы гнать эти мысли подальше потому что то что он обещал он исполнит если не подадим себе искушению я призываю быть бдительными не делайте ее сложной жизнь которая вам верена вернитесь к простоте ваших взаимоотношений с Богом и с Мессией не стоит философствовать о Машеихе каким он должен быть каким он есть кто он что он как он какой его ранги положения верьте Писанию будьте просты и доступны пусть идет религиозная бездушная беспечная жизнь потому что мы становимся религиозными за костревелами но давайте будем просты в своей вере и доверять Богу я прихожу к тебе таким как я есть а воприми меня пускай твой огонь он нас возьмет и сожжет всякий грех всякое уклонение от праведности и всякое обольщение которое у нас есть или обман который мы поверили отойдет от нас погрузи нас в огонь Духа Святого и мы будем ты и я оба иметь общение надеющиеся на тебя не постыдиться на этом мы стоим об этом мы говорим это мы провозглашаем свою жизнь и возможно я не смел как лев но я знаю абсолютно знаю как говорил Иев спаситель мой жив и если он жив он слышит он помогает его рука не сократилась чтоб не высвобождать свою помощь он грешников не слушает не то что он не слышит их мы сегодня обновлены мы сегодня с ним и приступая к чаше чаши завета вспомнить что он есть альфа и омега начало и конец он он наш Бог пришедший ради нас чтобы нас искупить дать нам будущее и даровать с ним все обо всякое состояние сомнения пускай уходит депрессия уходит потому что наш Бог он живой Бог по милости и благости Твоей Боже обнови наш разум каждое утро пускай приходит обновление надежда на всевогущего и сверхъестественное Боже каждый день Господь знать Тебя ты не дашь поколебаться ноге моей я бы я благодарен Тебе за Эфий Абба я благодарен Тебя за ее жизнь это чудо которое увидит свет и прославит Тебя на этих обетованиях я стою сегодня и говорю Абба ты силен сделать невозможно невероятное я говорю Эфий живи расти радость и родителей и нас я знаю что приедешь сюда со своей сестрой родителями Господь здесь в Одессе и будет радость милость и благость Твоя Божия здесь для нас в одессе и основе